Замплакали сеньоры, дешевые служанки, собаки на лежанках и дети на руках. Он всегда брался за сложные задачи, был душой компании и первым бросался на помощь. Таким Валерия Грушина запомнили близкие друзья. Анатолий Головин познакомился с ним в институте. Будучи студентами, они быстро нашли общий язык и начали готовиться к жигулевской кругосветке. Анатолий признается, этот поход навсегда останется в его памяти. С утра мы перешли через Волгу по льду, а вот когда пошли обратно, лед начал трещать по швам. Но делать было нечего, надо было как-то возвращаться домой. И мы пошли напролом через Волгу. И, конечно, я начал тонуть в своей этой тяжелой шубе. Вот тут Валера меня спас. В итоге мы пришли в общежитие, взяли гитару, повесили на батарею эту шубу. И начали петь песни. В этом году Валерию Грушину исполнилось бы 80 лет. Он горячо любил песни под гитару и собирался стать радиотехником. В 1962 году поступил в Куйбышевский авиационный институт и создал легендарное трио «Поющие бобры». Однако планы Валерия Грушина трагически оборвались. Он погиб, спасая тонущих детей в таежной реке Уде. В память о простом советском парне появился Грушинский фестиваль, который можно по праву назвать визитной карточкой Самарской области. Какие-то времена, давным-давно, лет 20 назад, я вошел в такое понятие «грушинского образца», столкнулся с фестивалем. И с тех пор я внутри него. И вот для меня очень важно было сделать именно это мероприятие, отметить 80 лет, чтобы оно было проведено достойно. И именно в стенах Самарского университета, который является альмаматерью Валерия, где он учился. В Самаре в рамках фестиваля «Полюс мужества» прошел вечер памяти Валерия Грушина. Для гостей выступили исполнители авторской песни. Среди них Юрий Карпов, грушинское трио, дуэт «Два берега» из Казани, специальный гость Роман Ланкин из Москвы и другие исполнители. Люди, мне кажется, и в Самаре, и вообще в России очень чувствительны до сих пор и очень любят, во-первых, этот жанр. Во-вторых, мы знаем, что в этом году, к сожалению, не проходил грушинский фестиваль. И какая-то, мне кажется, такая тоска по грушинскому, это тоже можно учесть сюда. 25 октября фестиваль завершится итоговым концертом. Я бы новую жизнь своровал бы, как ворон, я бы летчиком стал, это знаю я точно, и команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События.